Резкость. Резкость навели. Друзья мои, народный артист России. Не побоюсь этого слова. Не побоюсь этого слова. Во всех соотношениях Алексей Сергеевич Глызин, друзья мои. Это имя можно произносить даже шепотом, потому что в этом имени ровно столько букв, сколько должно было быть букв. И не больше, и не меньше. И, кстати, самое интересное, что фонетически больше ни на одну фамилию не похоже. Леша, тебе так повезло вообще в жизни со всем. И с лицом, и с материалом, и с людьми, и с вообще просто, мне кажется, вообще со всем. И со званием, кстати, неплохо тебе повезло. Все как-то подошло, и костюмчик сидит. Костюмчик у тебя просто блестящий. Я не побоюсь этого слова, опять же таки. И если не ошибаюсь, у тебя там стратокастер. Есть гитара, есть я на спине. Так что я в полном порядке. Поведаешь, кто это тебе вышел? Лучше не сам ли Армани? Мы просто были в Лос-Анджелесе. Просто. Алисей Сергеевич, наши люди не ездят. Наши люди на такси в булочной ездят. Но получилось так, что мне пришлось это сделать. Поэтому, как в фильме «Бриллиантовая рука», все исполняется, и все замечательно. Как в фильме «Бриллиантовая рука», мы все в «Бриллиантов». Леша, скажи, пожалуйста, вот такую вещь. Вот 50 лет, да, Гея? Ну, на 50 он все равно не выглядит. Нет, нет, он живчик. Он постоянно в творчестве, он постоянно в поиске. Он такой искрометный. Может быть, это связано и все-таки с его национальными особенностями. Потому что, действительно, он очень горячий парень и замечательный человек. И, конечно, то, что сегодня его юбилей, это прекрасно. Собрались его друзья, и он сегодня весь вечер на сцене, весь вечер он потрясает зрителей своими искрометными шутками, пародиями. И, действительно, он достойный человек, с которым мы дрожим. Это замечательно. Вот донесла разведка про твои альбомы новые, на самом деле. Я не знаю, будешь ли ты это озвучивать в интернет. Но я думаю, что не мешало бы, в общем-то, про это рассказать. И про футбол. Рассказывает, что ты тоже носишься там в этой команде. И на правах, в общем-то, очень авторитетного. Я защитник нашей команды, команды «Артист», в которой, кстати, Гия тоже играет и зажигает по полной программе. То есть он носится по полю, как фигура. То есть практически между сценой и полем нету разницы? Это абсолютно никакой разницы, потому что сплав искусства и спорта – это всегда артисты тянулись к спортсменам, спортсмены к артистам. Наверное, это абсолютно нормально, потому что люди друг друга находят, люди друг друга как-то понимают в различных сферах и в различных областях. Так что это здорово. А можешь вот поведать, кому пришла такая гениальная идея назвать команду «Артист»? Ну, это то же самое, что футболистам сборной пришла в голову назвать команду «Футболист». Или там, предположим, милиционерам команду «Милиционер». Или вот просто идея настолько гениальна. То есть вы были, там, «Старко» была команда, еще там множество всяких. «Старко». Извините, извините меня за мою дремучесть. Ну, команда «Артист» образовалась относительно недавно. В этой команде помимо звезд российской эстрады играют звезды футбола. И Ковтун, Ширко, и Егор Титов. И многие-многие люди, которые защищали цвета нашего флага на престижных чемпионатах футбольных. Поэтому мы невольно тянемся и стараемся соответствовать мастерам, с которыми мы вместе проводим на поле вот эти 45 минут тайма. И у нас постоянные тренировки каждый понедельник и четверг на арене стадиона «Локомотив». Там есть такая крытая, дутая такая палатка огромная, 100 метровая. Где мы и занимаемся. Не пивная палатка, а все-таки спортивная. Алексей Сергеевич, можно постендапить с вами? А вот кому бы с удовольствием команда артистов надрала жопу? Может быть, команде продюсеров? Я думаю, что это постоянно происходит. Я думаю, что и с продюсерами то же самое будет. Ну вот мне с удовольствием надрала жопу какой-нибудь в команде. Там прокатчик команда, там гастролер, там, я не знаю, что-нибудь такое. Команда, команда Первого канала надрала бы жопу. Есть команды и правительство Москвы, и… Не, ну этим нельзя драть. Ну, если аккуратненько, то что все хорошо. Вот я думаю, что это же касается спорта. И мы говорим о вещах, которые касаются только спорта. Так что в этом смысле можно надрать кому угодно. Особенно в команде пробки. Ну, это шучу я, конечно. Просто, понимаешь, я как-то пытаюсь наш разговор в такое… Русло перевести. Так оно и только переведено, там ничего переводить не надо. Просто интернет, ты же сам понимаешь, ты же общаешься в интернете с людьми. Ну да, интернет сейчас настолько вошел в обиход, и уже не представляют себя люди цивилизованные. Без интернета вообще ничего не происходит. То есть, интернет, во-первых, информация, это общение, интернет. Люди вообще не выходя из дома зарабатывают деньги в интернете. То есть, если приложить мозги, то, конечно, интернет – это великая сила, и в то же время интернет разрушает. Так что это надо… Ну, разрушает, в принципе, те вещи, которые не должны, наверное, как-то существовать. Во-первых, интернет разрушил полностью весь наш бизнес. И слава богу, понимаешь, вот эти вот все огромные столпы. Я не беру артистов, артисты творчества осталось. Я имею в виду вот разрушена вот эта вот сила, наверное, которая постоянно мешала как-то, знаешь, дышать свободно. Ну да, и все-таки это альтернатива многим-многим центральным каналам. И сейчас в интернете общаются люди, там различные сети, социальные знакомства, чего угодно. Поэтому, находясь где-то на Камчатке, ты можешь общаться с человеком, который живет в Калифорнии и так далее. Где-то там, бог знает где, может, даже на Луне есть это. Хуже, Леш, можно общаться с человеком, который едет в метро. Представляешь? Ну да, сейчас это абсолютно… Кто мог вообще подумать лет 20 назад, что такое возможно? Никто, все так смеялись и думали, что некоторые персонажи будут вечными. Расскажи про альбом про свои. Ты все-таки действующий артист не как человек-магнитофон, а именно человек, который всегда чем-нибудь удивлял народ. И причем народ удивлял с такой успешностью, что все твои песни практически в полном составе перемещаются почему-то в караоке сразу. Ну не почему-то, вернее, это понятно почему. Наверное, закономерность. Конечно, я должна думать, что это закономерность. Если это звучит в караоке, если это поют, значит артист живой во всех смыслах. И что касается альбомов, сейчас пишется новый альбом песен Максима Дунаевского. Это мой друг, замечательный человек и гениальный композитор. Я считаю, что для меня честь писать его сольную пластинку. И помимо этого готовится мой тоже альбом сольный, там моих песен, песен моих друзей, то есть авторов известных и менее известных. Суть не в этом, главное, чтобы материал был хороший. Кто принимает песни-то? Вам можно выслать трючок? Принимают. Я думаю, что, наверное, все-таки это прерогатива слушателей, людей, которые потом все это слушают и уже создаются определенные мнения, то есть нравится или не нравится. Я вам напрямую задал вопрос, может вам трючок прислать? Хорошо, Сережа, я согласен. Есть один трючок очень... У нас есть совместная песня, да, я бы сказал, даже не песня, а гимн. И он, в общем, он просто не пустой, это классная такая получилась работа, большое полотно, где вот мы вместе принимали участие. Я думаю, что если кто-то этого не слышал, думаю, надо это обязательно услышать. А ты здесь фоткать-то, кстати? Здесь фотки, где ты стоишь с такими руками, поешь. Ну, где-то мы там на заднем платье слезы, и Эдриан Пол такой с такими глазами, а также Ежи Штур, вот эти вот культовые персонажи английского и польского кино, руку плескают. Ну, если это кому-то интересно, на самом деле, это можно полюбопытствовать и посмотреть, это интересно. Да, друзья. То есть скоро мы все-таки, наверное, почувствуем на себе ваше внимание. Да, почувствуйте разницу. Конечно, это будет не сегодня, но я работаю над этим и думаю, что все-таки вот скоро-скоро-скоро появятся вот эти сразу два альбома. И Максима Дунаевского, и вот мой сольный альбом. Дунаевский, мне сложно представить, что... Ну, там такое количество песен, такое огромное количество, такая палитра песен, написанных и для кино, и написанных для мюзиклов. В общем, человек многогранный и имеет такое наследие. Вот, я думаю, что гены поработали в хорошем смысле и Максим еще создаст много интересного, это точно. Я думаю, и Максиму будет приятно, если он увидит это интервью, очень приятно будет. От такого метра услышать такие, и тем более друга услышать очень лестно. Если он просыпается где-то, ну, он не рано просыпается, он такой у нас все-таки нежаврано-косова, поэтому человек просыпается далеко за полдень, поэтому, если эта программа выходит вечером, он обязательно ее посмотрит. Она будет всегда, Леша, она будет всегда в интернете, в любой момент, когда ты захочешь до нее дотронуться. Да, то есть он, в принципе, не любит свет, как и все, в общем-то, божественные персонажи. Ну что ж, не будем более задерживать Алексея Сергеевича Глызина, народного артиста, причем давно всенародно любимого артиста. Ну да, тем более, что сейчас я должен говорить поздравления для Гии в честь его юбилея, то есть зал рукоплещет, сцены ждет, я пошел. Ну ты уже потренировался с нами немножко так, ну, как бы полегче будет тебе уже теперь. Спасибо, Леша, большое. Спасибо. People Star. Спасибо.